Дорогие друзья, всем большой привет! Мы, как обещали, начинаем цикл передач о капитальном ремонте двигателя, об особенностях капитального ремонта, как его понимают и как его делают в ОХОН-сервис. В предыдущем ролике мы обратились к вам с вопросом, нужно ли вам знать о капитальном ремонте от А до Я. И получили много пожеланий, что вы хотите услышать, посмотреть, как это делается. Двигатели, к сожалению, вечными не бывают. Французская академия уже давно запретила подавать на патент на вечный двигатель, поэтому, к сожалению, в процессе эксплуатации они приходят в негодность, ломаются, и здесь уже необходимы капитальные ремонты. Причина ускоренного износа двигателя. Ну, достаточно известные вещи, которые, я думаю, для вас не новость, и я о них скажу достаточно кратко. Ну, несвоевременная замена масла – это известно всем. Перегревы, которые возникают в процессе эксплуатации, тоже нужно четко определять. Наличие антифриза в системе охлаждения. Масло нужно проверять регулярно, чтобы уровень масла соответствовал требованиям завода-изготовителя. Качество масла. То есть оно должно соответствовать тому госту, который предписывает завод-изготовитель. Очень важно следить за состоянием топливного фильтра. Если у вас топливный фильтр забивается, то есть у вас возникают недостатки в подаче топлива – это объединение смеси. Соответственно, у вас возникают повышенные температуры, тоже влияет на ускоренный износ двигателя. Масляный фильтр также. Очень внимательно к нему нужно относиться. То есть вот эти все моменты, которые возникают в процессе эксплуатации, ускоряют износ вашего двигателя. Если вы в жаркое время не следите за состоянием ваших радиаторов, если у вас между радиаторами образуется шуба, то есть у вас возникают перегревы – это недопустимо. Если вовремя менять масло, следить за состоянием ваших фильтров, следить за состоянием радиаторов, то вы продлеваете срок жизни вашего двигателя. И попадать уже на капитальный ремонт вам к нам не придется. Достаточно долго. К сожалению, двигатель изнашивается, но время его износа растягивается долго, если вы к нему хорошо и по-доброму относитесь. Степень изношенности двигателя определяется различными методами диагностики. Это, соответственно, эндоскопическая диагностика, это компрессия, это стетоскоп, который позволяет нам услышать посторонние стуки. Ну и косвенные моменты мы учитываем, которые возникают уже в процессе эксплуатации двигателя и при выходе его из строя. Это повышенный расход масла, это дымление и это посторонние стуки, которые недопустимы. Пробег до капитального ремонта двигателя у разных автомобилей разный. В зависимости от условий эксплуатации, от применяемых смазывающих материалов, масел, при, соответственно, заправках разнообразных, так как у нас не везде идеальный бензин или дизельное топливо, которое позволяет безболезненно их заливать. И в процессе эксплуатации, конечно, возникают разные непредвиденные вещи. Мы перед началом капитального ремонта обязаны все это учесть, просмотрев, прослушав, чтобы хозяин данного автомобиля подошел к этому вопросу сознательно, чтобы он понимал, что он принял наиболее правильное решение в своей жизни. Ну и хотелось бы, чтобы основные понятия, которые применяются у нас, были доступны и понятны всем остальным, чтобы мы говорили, в общем-то, на одном языке. Ресурс двигатель. Что это такое? Это длительное время длительности или длительность работы двигателя до его полного износа. Или это определяется в километраже, который автомобиль пробежал с момента его выпуска до поломки двигателя, когда мы начинаем уже его демонтировать и ремонтировать, соответственно. Текущий ремонт. Вот есть понятие текущего ремонта. Не надо путать его с капитальным, средним ремонтом. Это тот ремонт, который вы осуществляете в процессе эксплуатации автомобиля, замена деталей незначительных, масел и так далее. Это обычная рутинная работа, которую делают в процессе эксплуатации автомобиля. Средний ремонт. Ну, это уже более серьезная работа. Это бывает работа по демонтажу даже головки блока с последующими ремонтами, которые необходимы при ремонте головки блока. Это замена крупных агрегатов, но это не демонтаж и ремонт двигателя. И капитальный ремонт. Это ремонт, который производится с полным демонтажом двигателя, с полным разбором, дефектацией всех деталей, заменой деталей, которые не подлежат ремонту, и ремонту тех деталей, которые подлежат ремонту. И существуют ремонтные размеры, но в современных двигателях даже приходится и восстанавливать основные детали двигателя новыми технологиями. Это гильзовки. Некоторые пытаются делать и напыление, но мы данную технологию не применяем. Вот блок цилиндров, который неремонтно пригоден. Мы стараемся реанимировать, так как обычно завод-изготовитель предлагает замену шорт-блока. То есть короткий блок – это блок с поршнями и коленчатым валом в сборе. Это достаточно дорогая деталь и узел, поэтому мы разработали, и не только мы, а многие уже занимаются вот этим процессом гильзования блока цилиндров, которые продлевают жизнь двигателя, и даже в некоторых случаях улучшают его эксплуатационные характеристики. При ремонте двигателя основные детали, которые подлежат ремонту, это блок цилиндров, головка блока, коленчатый вал, шатуны. Ну и, соответственно, все навесные агрегаты, которые необходимы для нормальной работы двигателя. Мы занимаемся только механическими работами, связанными с мехообработкой, разборкой, сборкой, ну и, соответственно, с запуском в дальнейшем. Для того, чтобы наши специалисты при работе по капитальному ремонту не имели никаких проблем, мы, соответственно, обзавелись полным пакетом всех необходимых документов. Это документы по разборке-сборке двигателей, по настройке двигателей, по обработке деталей. Это каталоги электронные для обработки коленчатых валов, блоков цилиндров, головок блока цилиндров. То есть мы имеем полный комплект тех документаций, которые необходимы для капитального ремонта. Все то, что необходимо знать мотористу, мы стараемся рассказать и показать, имея специальную литературу. Хочу вам показать вот этот учебник, американский, для подготовки мотористов для сортификации. Здесь рассказывается и о измерительных приборах, и о строении двигателя, и о методах обработки. То есть это полный учебничек с контрольными вопросами, соответственно, для сортификации. Необходимая вещь в любом техническом центре, который занимается капитальным ремонтом двигателя. Ну и помимо этого, еще хочу рассказать об одном – это не реклама, это та литература, которая необходима для любого руководителя, который занимается, ну, технического руководителя, который занимается капитальным ремонтом двигателя. Вот такой справочник БОЖ. Здесь очень много интересного по материалам, по циклам, по работам и так далее. То есть его надо знать так же, как и предыдущий учебник. Когда мы определились с тем, что необходим капитальный ремонт, то, соответственно, машина у нас приезжает в цех для дальнейших работ, и оформляется заказ-наряд, рассчитывается стоимость ремонта, все это согласовывается с владельцем этого автомобиля, и при положительном решении данного вопроса, что мы переходим к капитальному ремонту, мы переходим в цех. Дорогие друзья и коллеги, вот мы и спустились в цех, и на примере двигателя от автомобиля Kia Sportage G4KD мы расскажем о технологиях капитального ремонта, о методах, которым применяется у нас на ферме, и как это делается, что мы будем делать, вы увидите в наших последующих роликах. В этом деле нам поможет достаточно широко известный наш моторист Виталий Леонидович, который поможет нам в этом деле, и будет рассказывать о некоторых нюансах, которые будут, вероятно, интересны вам. Перед тем, как начинать снятие и установку двигателя, разборку-сборку, необходимо провести диагностику. Когда клиент сдает нам автомобиль, то со слов клиента записываются все моменты, которые ему неприятны при эксплуатации, что он услышал, какие стуки, какие расходы масла и так далее. Все это записывается в заказ-наряд, и после этого мы обязательно проводим первичную диагностику входную. Компьютерная диагностика показала, что ошибок нет, и мы переходим к эндоскопической диагностике, чтобы посмотреть, что же там произошло в цилиндропоршневой группе. Сейчас мы с Виталием Леонидовичем установим компьютер и эндоскоп, и покажем вам, что же там произошло. Автомобиль прошел всего лишь навсего 130 тысяч, и у него начался большой расход масла, и появились стуки при холодном пуске. Ну, это достаточно известная болезнь данных двигателей. Вам об этом рассказывать уже, вероятно, не надо. Все насмотрелись, наслушались о том, почему и от чего это происходит. Все гипотезы вы знаете. Мы об этом тоже говорили в некоторых роликах. Вот сейчас будем смотреть и дальше, после разборки, рассказывать о том, почему же это произошло, и как с этим бороться, чтобы в дальнейшем машина проезжала значительно больший километраж и служила долго и счастливо своему хозяину. Сейчас Виталий Леонидович как раз опустил эндоскоп в какой? Третий цилиндр. Вот, поворачиваем, смотрите на экране, опускаем эндоскоп. Так, цилиндр. Видим донышко поршня, и вот мы видим, вот донышко поршня, и теперь мы видим стенку цилиндра. Поворачивая по окружности, видим риски, видим, видим риски. Вот хонинговальные риски, вертикальные уже появились в большом количестве. И вот оно, вот оно место, вот оно место задира. Вот посмотрите внимательно. Мы шли, видели хонинговальный штрих, и переходим в широкая полоса задира. Тут очень видно хорошо, вот они эти вертикальные грубые риски задира, юбки поршня по стенке цилиндра. Вот это задира, дальше у нас... Да, вот поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. И вот появились, вот появился хон. Вот он хон, вот он хон, вот пожалуйста, нормальный хон. Вот, а это уже дальше, обратно возвращаемся. Вот идет хон, и перешли, вот, все. И вот здесь не надо, вот здесь вот немножечко на резкость. Наведи, наведи, о-о-о, пролетаешь. Вот, смотрите, вот это, вот это характерный задир для данного двигателя. И увидев такой задир, мы принимаем решение, что данный двигатель необходимо демонтировать, разбирать и капитально ремонтировать. Потому что при наличии таких задиров двигатель эксплуатировать нельзя. Съем дальнейший, вот, будет осуществлять, соответственно, Виталий Леонидович, глубоко уважаемый. Ну, и вы увидите, правильно ли мы посмотрели уже при демонтаже двигателя и разборке его. И тогда будет совершенно понятно, и правильно ли принял решение о капитальном ремонте хозяин данного автомобиля. Это самое важное, потому что, когда он принимает правильное решение, то это греет душу. Но перейдем к следующему этапу. Ну вот, заканчиваем первый этап. Происходит демонтаж двигателя. Виталий Леонидович принял решение вытаскивать двигатель, так как у нас автомобиль только переднеприводной, через вверх, через моторный отсек. Это позволит в дальнейшем не делать сход-развал и не заряжать, соответственно, кондиционер, потому что мы его не спускали. Мы только при окончательном запуске двигателя и сдаче его клиенту проверим наличие кладагента. Ну и, конечно же, проверим и сход-развал. Но это уже не будет входить ни в стоимость работ. Это, соответственно, удешевление стоимости работы. Вот двигатель уже у нас повис на гусе. И следующий этап работы – это разборка. Съем двигателя занял всего лишь навсего, ну, где-то порядка трех часов. Следующий этап, я надеюсь, здесь уже частично двигатель разобран, остался только столбик. И дальше останется всего лишь навсего разобрать, снять головку блока, поддоны, вытащить коленчатый вал. Но это мы увидим в дальнейшем. Как это будет происходить, это вы будете наблюдать в этом ролике. Так, начинается самый интересный момент – это разборка двигателя. Конечно, с нетерпением ждем момента, когда снимем головку блока и определим, уже стопроцентно правильная была диагностика. Или, может быть, что-то пошло не так. Но я надеюсь, что у нас всегда это дело, и опыт наш подсказывает, что мы делаем это правильно. И ошибок практически не бывает. Ну, ошибок стопроцентных, у которых не бывает, значит, люди просто не работают. Поэтому будем ждать этого момента. Продолжение следует... Продолжение следует... Завершающий штрих в съеме головки блока. Опа, сняли. Теперь смотрим, что же у нас тут такое. Сейчас мы снимаем прокладку головки блока. Ну, тут уже видно и во втором, и в третьем цилиндре характерные задиры, которые мы часто видим на этих двигателях при небольших пробегах. Да, это уже очень прилично. Сейчас посмотрим, что у нас в первом и в четвертом. Но уже в четвертом мы видим вымытый... Вот, пожалуйста, заметьте, вымытая донышко поршня. Здесь уже попадание масла из картера. В первом цилиндре еще не так. Сейчас мы посмотрим, что у нас во втором и третьем. И хонинговальный штрих еще там, где он остался, абсолютно живой, рабочий. И если бы не задир, двигатель еще долго-долго ездил бы, принося, вообще-то, радость своему владельцу. Машина по цене и качеству, и вообще вполне себе очень неплоха. Да, смотрим. Да, вот тоже самое вымытые задиры. Вот задир. И дальше уже Виталий Леонидович вытащит поршни. Виталий Леонидович В процессе капитального ремонта двигателя все детали проходят мойку. Мойку мы осуществляем вот в этих камерах деталаном, разогретым, до 60-70 градусов, под высоким давлением душевые мойки. Детали должны быть идеально чистые. Чистота – это одно из основных составляющих, главных причем составляющих, качества сборки. Чем чище ваши детали, отмыты, и чем при сборке вы их подготовили более чистыми, вы получаете более лучший результат. Соответственно, все детали после разборки предварительная мойка, потом идет мехобработка, промежуточная мойка, перед сборкой окончательная мойка и основное уже дальше. Когда детали попадают к мотористу, то моторист самостоятельно еще обезжиривает и что-то домывает детали. У нас принцип работы нашего техцентра хонсервиса – это чистота, аккуратность, ну и профессионализм. Вот, Виталий Леонидович подготовил детали для мойки, вот он заносит их сюда, детали он отмоет, и у него основная будет задача – принять после мойки детали, проверить, чтобы все были идеально вымыты, чистые. И эти детали он отправит в дальнейшем на мехобработку, и когда мехобработка пройдет, в следующий этап он опять же сюда отправит детали. После того, как двигатель был разобран, детали вымыты, начинается самый основной процесс. Сейчас перед передачей деталей в работу мы должны проверить состояние деталей, размеры, определить, существуют ли износы или их нету на всех деталях двигателя. Начинаем с коленчатого вала. Первым делом мы проверяем биение, есть ли изменения в биении вала после работы двигателя. Устанавливаем индикатор на ноль. Цена деления сотка, допустимое биение в пределах допуска. Медленно проворачивая вал, определяем, что биение укладывается в пределах одной сотки по центральной шейке. Да, в пределах одной сотки. Посмотрим, соответственно, биение дальше хвостовика коленчатого вала. Здесь тоже недопустимое биение, так как здесь крепится шкив и любое биение будет передаваться на ремни приводные и на ГРМ. Проверяем. Тоже биение в пределах одной сотки. Да, после этого мы замерим размеры шатунных и коренных шеек. Замеры производим микрометром, цена деления одна сотка, что вполне укладывается в точности необходимые при замерах данных поверхностей. Верхностей, шатунные. Соответственно, размер шатунной шейки 42,960 и пол деления у нас здесь как раз. То есть третий знак у нас в пределах 5 микрон. 965, да. Значит, сравниваем этот размер с каталожным. У нас каталожный 47,953 нижний допуск и верхний допуск 47,973. Соответственно, мы можем говорить о том, что размер шатунных шеек соответствует номиналу, стандарту. Шейки все одинаковые. Проверяем эту шеечку еще аналогично и проверяем последнюю шейку. Все шейки сделаны сейчас находятся в одном и том же размере. Теперь начинаем замерять коренные шейки. Это уже другой микрометр. Диапазон измерения от 50 до 75. Замеряем коренную шейку. Одну. 51,955. 51,950. 51,955. По каталогу у нас номинальный размер 51,943, 51,961. То есть у нас все размеры этого вала лежат в допуске. Визуально проверив поверхности, можно сказать, что они в идеальном состоянии. Все величины, которые мы проверяли по коленчатому валу, занесены в протокол. И мы уже знаем точно и не забудем, соответственно, при дальнейших наших работах это все будет учтено. Теперь мы знаем о коленчатом вале практически все. Теперь, следующий момент. Мы сняли вкладыши и увидели, что вкладыши имеют совершенно идеальное состояние. Для того, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе этих вкладышей, мы должны промерить толщину вкладышей. Каков износ? Для этого есть специальный микрометр с вот такими ножками остренькими, которые позволят нам точечно замерить, соответственно, вкладыш и точно сказать, какой у него размер толщины вкладыша. Замеряем размер вкладыша. Значит, у нас здесь 1,5,0,1. Что вот как раз это да. То есть шатунный вкладыш практически не имеет износа. Теперь мы замерим, соответственно, коренной вкладыш. Здесь мы имеем размер 2,0,15, что тоже соответствует размеру нового вкладыша. Вот этот замер позволит нам дальше принять решение о том, оставлять нам эти вкладыши или заказывать новые. Это необходимо делать, когда мы видим, что состояние детали в идеальном состоянии. И есть резон приобретать новый или сохранить старые вкладыши, оригинальные, что самое главное. А не повторички искать, когда мы можем попасть на некачественную продукцию. Следующий замер, который мы произведем здесь, на этом участке приемки. Осмотр и замер, соответственно, зазоров в масляном насосе. Это важный момент, потому что в насосе достаточно дорогая деталь и узел. И не все клиенты соглашаются его менять. Но для того, чтобы быть абсолютно спокойным, нужно посмотреть, какие зазоры между шестереденкой и корпусом насоса. Значит, мы проверяем этот зазор. Берем щуп 3 сотки, и он еле-еле проходит сюда. То есть здесь можно говорить о том, что минимальный зазор между наружной шестерней и корпусом масляного насоса. И теперь мы проверяем зазор между шестеренками. Сначала мы попробуем трехсоточный, но он даже не идет. Вот прошел. То есть мы можем смело утверждать, что зазоры минимальны, и данный насос работоспособный. Его можно дальше при сборке не менять, что сокращает, конечно, стоимость работ. Так, сейчас мы проверяем зазор между плоскостью разъема и шестерней. И проверяем, смотрим. 4 соточки идет. Смотрим по увеличению. 5 идет. И 6 закусывает. Допустимый здесь зазор до 2 десятых. То есть у нас практически износа по масляному насосу тоже нет. Этот насос можно использовать в дальнейшем. Часть процесса технологического замера деталей мы завершили. И сейчас вернемся на рабочее место Виталия Леонидовича. И продолжим замеры неплоскости или деформации плоскостей разъема блока цилиндров. Посмотрим состояние цилиндров. На этом уже мы сможем тогда закончить. Внести все параметры в протокол. И дальше составлять технологию ремонта двигателей. Деталей двигателей. Итак, мы продолжаем исследование наших деталей. Чтобы определить состояние плоскости разъема блока цилиндров, применяется лекальная линейка второго класса точности и набор щупов. Второй номер. Значит, здесь у нас мы берем щупы сначала минимального значения. Это у нас три соточки. Начнем с трех соточек. Замеряем прогиб посередине блока. И видим, что щуп даже близко не проходит. То есть зазора нет. Берем две соточки. Плоскость абсолютно ровная. Берем диагональ. Берем следующую диагональ. Вот чуть-чуть-чуть-чуть вот здесь у нас в этом месте нет. И здесь то же самое. Минимум минимора. Смотрим в следующие места. Здесь нет. Здесь нет. Проверяем на краях. Стараемся аккуратненько. Нет. Берем диагональ. То есть состояние, плоскость разъема блока цилиндров в идеале. То же самое мы производим и на оголовке блока. Она более нагружена, чем блок. Здесь проверяем то же самое. Сначала вдоль оси. И потом две диагонали. Здесь заусенчик. Нет. Все-все идеально. Проверяем другую диагональ. Все очень-очень неплохо. Это говорит о том, что перегревов и возникших вследствие перегревов деформации на этом двигателе отсутствуют. И обрабатывать плоскости разъема не надо. Когда нужно будет почистить, посмотреть, чтобы не было рисочек глубоких, по которым может быть прорыв газов. И после этого уже, когда мы будем делать вторые измерения после мехобработок, то, соответственно, будет ясно и понятно, что нам делать дальше. Это мы посмотрели. Теперь мы посмотрим состояние клапанов. Визуально клапан в очень хорошем состоянии. Тут даже покрытие не износилось. Для того, чтобы проверить состояние штока клапана, для этого есть точный приборчик. Рычажный микрометр. Цена деления 2 микрона. Менее точный был бы нежелательно применять, потому что тогда не увидим, есть ли износ по штоку клапана или нет. Выставляем в ноль и проверяем его, опуская вниз и покручивая. Вот в пределах 2 микрон вся геометрия. Даже и 2 микрон нет. В пределах микрона весь клапан. То есть шток в идеальном состоянии. Дальше смотрим рабочую фаску. Пригаров нет. Все в очень неплохом состоянии. Впускной клапан один посмотрели. И так мы проверяем все клапана. Вот. Очень-очень неплохо. Очень хорошо. Очень хорошо. Также мы проверяем и выпускные клапана. Тоже состояние, посмотрите, какое замечательное. Проверяем. Размер соответствует чертежу шток клапана. И геометрия его идеальна. И продольная, и поперечная. То есть клапана в идеальном состоянии. А уже дальше зазор между клапаном и втулкой. На участке ремонта головок блока специалисты промерят более точно. И внесут в свой протокол. Потому что на каждом участке есть свой протокол замера деталей при ремонте. Вот сейчас мы промерили все детали. Посмотрели состояние деталей. Приняли решение о том, какие детали мы будем заказывать. Какие работы мы будем производить. Ну, по блоку уже понятно. Там задиры. И мы цилиндр смотреть уже больше не будем. Тут ясно. Расточка и хонингование. Дальше по голове мы сейчас будем принимать решение, какие работы нам необходимы. По коленчатому валу. Заказ запчастей. И по окончанию мехообработки, которую мы тоже покажем, и последующей мойке, будет еще входной контроль после мехообработки. Мы еще раз промерим. И уже тогда мы будем заполнять протокол сборки. Вот все замеры перед сборкой, они обязательны. Все эти работы, которые я показал на примере вот этого двигателя по замерам, должен производить моторист. И у каждого моториста должны быть навыки и знания по замерам деталей двигателя. И без мерительного инструмента моторист – это не моторист. Это еще только эскиз к мотористу. Поэтому осваивайте мерительные инструменты, учитесь мерить. И, соответственно, переходим дальше к следующим нашим операциям. После замеров деталей, которые были произведены после разборки, определены технологии ремонта данного двигателя. И мы начинаем ремонт блока цилиндров. Блок цилиндров поступает в ремонт в цех мехообработки. Первая операция перед расточкой и хонингованием – это замер поршневой группы. Нам необходимо определить размеры поршня, геометрию юбки поршня. Соответственно, это она требованием завода-изготовителя или нет. Замер поршня мы производим на горизонтальном оптиметре. Точность измерения – один микрон. Здесь мы можем и определить и конусность, и эллипсность данного поршня, соответственно, данной юбки поршня. Первая операция по мехообработке – это расточка предварительная. Мы растачиваем на расточных станках и оставляем припуск на последующую обработку на хонинговании в пределах одной десятки. Это при хонинговании нам позволит убрать разрушенный слой, который образовался при расточке, и получить необходимую геометрию и шероховатость. Хонингование мы производим на станке ЦФАУ-616 абразивными брусками, которые позволят нам в конечном этапе получить все требуемые параметры. Первый переход у нас идет грубыми брусками. Мы снимаем основной припуск и окончательную обработку мы уже производим чистовыми брусками. И завершаем этап хонингования крацовочными щетками, которые нам позволят создать и плосковершинную поверхность стенки цилиндра, и получить окончательную поверхность, которая необходима для дальнейшей работы двигателя. После обработки блока цилиндров на хонинговальном станке он отправляется в окончательную мойку. Следующий этап в ремонте двигателя – это ремонт головки блока. Данная головка блока после замеров оказалась в очень приличном состоянии, и те операции, которые необходимо сделать, это всего лишь навсего чистка клапанов, мойка, соответственно, легкая притирка клапана и седла клапана, и последующая мойка и сборка, а также после сборки мы производим регулировку зазоров. Так как здесь у нас головка блока не имеет гидрокомпенсаторов, у нас жесткая настройка, то нам необходимо отрегулировать тепловые зазоры между кулачком и клапаном. Данную операцию мы производим на участке ремонта головок блока, отрегулировали, и после этого мы головку отправляем уже на сборку. Она полностью подготовлена для установки на двигатель. После установки клапанов и сборки головки блока мы проверяем на разрежение под клапаном. Это позволит нам проверить, насколько герметично прилегает тарелка клапана к седлу клапана. На приборе мы видим, что разрежение под клапаном у нас укладывается в рабочую зону. Это около 800 милибар, что для работы данной головки блока очень хорошо. Замер разрежения под седлом клапана мы производим на вакуум-метре, который позволяет нам получить данные о разрежении. И там есть зона рабочая, в которой, если укладывается разрежение, то это зона работы, клапан, седло. Проверив, соответственно, головку на вакуум, мы можем говорить о том, что она работоспособна и будет долго и счастливо работать на этом двигателе. Продолжение следует... Сборка головки блока производится на специализированном стенде, который позволяет производить работу двумя руками, что облегчает труд слесаря, который производит данные работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 поршня и шатуна у нас осуществляется горячей прессовой посадкой пальца поршня и верхней головки шатуна перед тем как приступить к данной работе нужно нам освободить шатун от старого поршня что производится у нас на прессе спец приспособлением мы распрессовываем поршни и в дальнейшем переносим их в муфельную печь разогреваем поршни так как у нас горячей прессовая посадка до 270 градусов и спец приспособлением осуществляем установку пальца поршень и соответственно шату после запрессовки поршней мы обязаны проверить разновес поршень шатун это мы делаем на электронных весах достаточно всем знакомых как вы видите разновес комплектов укладывается в в один грамм ну вот друзья мои после меха обработки и мойки детали вернулись уже виталий леонидовичу для последующей сборки перед сборкой обязательно каждый моторист должен детали проверить то есть здесь ситуация такая очень многие говорят да мы вам доверяем да вы все это померили нам передали детали и мы после этого не меряем увы это неправильный подход абсолютно неверный каждый моторист должен иметь мерительный инструмент и уметь им пользоваться обязательно должен быть входной контроль перед сборкой вы должны замерить все диаметры чтобы определить зазоры между коленчатым валом и вкладышами вы должны замерить зазоры между поршнем и цилиндром вы должны замерить соответственно зазорами в шатуне в нижней головке что на и шатунном шатунной шейкой коленчатого вала для этого каждый уважающийся моторист на своем рабочем месте должен иметь мерительный инструмент так как мы будем проводить относительные замеры то есть мы будем замерять от коленчатого вала от поршня то такие вещи как концевые меры длины вам не понадобятся потому что все мы будем делать от тех деталей которые пойдут на сборку сначала мы будем проверять зазоры коленчатого вала постели коленчатого вала и шатунный шейка коленчатого вала и нижней головки штона виталий леонидович любезно обтянул мне коренную шейку сейчас мы настроим соответственно нутромер и микрометр и начнем производить за меры настроили микрометр по коренной шейки проверим вторую шейку но все у нас идентично зажимаем приспособление и настраиваем выставляем на ноль и это у нас будет диаметр коренной шейки а теперь мы посмотрим каков зазор замеряем как мы замеряли после разборки также мы проверяем уже после сборки 4 сотки у нас зазор вот даю отсечку вы видите какой зазор у нас между вкладышем и коренной шейкой смотрим не круглость проверяем до меньше сотки теперь мы настраиваем микрометр все микрометры поверенные мы их отправляем на завод дружественные нам настроились по шатунной шейки теперь мы настроим нутромер уже другой нутромер первый замер мы делали нутромером с диапазоном измерения от 50 до 110 а а сейчас мы будем другим нутромером замерять от 35 до 50 мы замеряем нутромерами индикаторного типа ценой деления сотку при допусках на зазор от 4 до 6 и так далее зазоры соответственно нам достаточно точности измерения в сотку сейчас настроим этот приборчик и посмотрим зазор в шатуне выставляем часы на ноль и замеряем соответственно уже нижнюю головку что нас вставленными вкладышами до 6 соток зазор не круглость вообще в пределах сотки идеально значит мы замерили зазоры истинные зазоры которые у нас получились уже после всех манипуляций они соответствуют требованиям чертежа и мы переходим к замеру уже зазора между поршнем и цилиндром это очень важный момент потому что данные двигатели очень чувствительные к зазору если мы вдруг сделали зазор больше чем надо то на холодную вы будете слышать стук юбки по стенке цилиндра и зазор здесь не должен превышать 3 соток желательно то есть от двух с половиной до трех с половиной соток должен быть зазор зазор мы замеряем соответственно от поршня настраиваем нутромер по соответственно микрометру а микрометр настраиваем по поршню настройку ведем соответственно оси перпендикулярный пальцу по месту где замеряется зазор в рабочем положении до 10 10 миллиметров от юбки торца юбки вот настроили теперь мы настраиваем нутромер все настроили нутромер и дальше замеряем зазор две с половиной соточки геометрия идеально вот я даю отсечки это обязательный момент чтобы посмотреть и продольную и поперечную геометрию очень неплохо две с половиной пол деления мы видим отчетливо поэтому здесь нам достаточно соточных часов так как поршни приблизительно все в допуске те цифры которые вы видите это в микронах отклонения при размере поршня 86 вот здесь отклонение минус 5 микрон от минус 20 вот здесь мы делаем плюс 20 приплюсовываем то есть они приблизительно укладываются в допуск на размер поршня предел в пяти микрон поэтому мы можем с достаточно высокой точностью промерить все отверстия и все отверстия у нас сделаны зазором 2 с половиной сотки все основные замеры мы сделали эти замеры будут занесены в протокол сборки и мы уже четко понимаем что все меха обработки которые были произведены то есть все работы и операции которые были произведены при ремонте данного двигателя сделаны в допуске по требованиям тех документации и смело можно начинать уже сборку зазоры на головки блоков колуга зазора клапанов были произведены на на участке по ремонту головок блока и по этому поводу мы соответственно проверили их уже на том участке все передаю образы правления виталий леонидовичу да и все эстафету как он говорит и он приступает к окончательной сборки первый пуск что является холодным пуском является очень сложным для мотора основной износ моторе происходит при первом запуске для того чтобы первый запуск после капитального ремонта произошел то есть более благоприятных условиях мотор трущейся поверхности 3 как вкладыши поршневую группу распредвал собираем на компаунте используем компаунт разных марок но желательно собирать на компаунте так как масло может стечь и не дать ту смазку которая должна быть при первом запуске не дать ту смазку к и Продолжение следует... Сейчас проверим осевой люфт коленчатого вала для полной уверенности, что у нас все в ажуре. Осевой люфт составляет 9 соток. Это нормальные параметры для данного двигателя. В принципе, для всех двигателей. Тем более, он на автомате. 9 соток это... Ну, десятка, можно сказать. Это нормальный осевой люфт. Первое компрессионное кольцо. Зазор в стыке составляет 0,25 мм. 2,5 десятки. Это хорошо. Так, второе кольцо. Второе кольцо, как правило, должно быть немного больше, так как оно выполнено из другого материала. Второе компрессионное кольцо 3,5 десятки. Это тоже нормальный стык. Зазор в стыке кольца второго компрессионного. Очень важный момент. Промерить зазор между кольцом и поршнем. То есть, этот зазор должен составлять от 4 до 12 соток. На разных моделях разные изготовители дают разные замеры. Но приблизительно вот такие параметры. Верхний компрессионный имеет 5 соток. Второй компрессионный имеет 6 соток. Маслостемный имеет тоже 6 соток. В принципе, это хороший зазор между кольцом и поршнем. Все, вставляем поршневую в цилиндр. Поехали. Момент затяжки головки блок цилиндров составляет из 17 ньютон на метр, 34 ньютон на метр, плюс 1 ньютон, плюс-минус 1 ньютон и 2 раза по 90. Когда идет 2 раза по 90 или 90 градусов, я угломер не использую, так как 90 градусов можно определить на глаз. ГРМ на данном автомобиле Г4, когда устанавливается, очень просто. Здесь звено, выкрашенное на цепи, медное звено. Медное звено, медное звено. На выпуске медное звено, на впуске медное звено и на звездочке коленчатого вала тоже медное звено. Совмещается с точками на звездочках и это получается вся установка фаз газораспределения. То есть простейшая установка, это сам как и мотор простой, так и ГРМ простой. Вся конструкция этого автомобиля вся простая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, вот мы подошли к завершению нашего технологического процесса и нашего проекта по ремонту двигателя G4KD. Мы его запустили, сейчас он пройдет небольшую обкатку, установим, соответственно, крышечку, проверим состояние наших технологических жидкостей, уровень, антифриза, масло, обкатаем, прочитаем, соответственно, компьютером, существуют ли ошибки или нет. В общем-то, сделаем выходную компьютерную диагностику, поставим машину на колеса и машина будет готова к сдаче. И начинается самый уже последний этап, это калькуляция и расчет с владельцем данного автомобиля. Предварительный расчет полного капитального ремонта с запчастями обошелся приблизительно, плюс-минус небольшая цифра, 112 310 рублей. Ну, я думаю, еще какие-то коррективы будут внесены, незначительные, в пределах двух, максимум трех тысяч. Ремонт данного двигателя мы сделали за пять рабочих дней. Дальше будет встреча с владельцем через 500 километров, это обязательно первая замена масла, проверка двигателя на ровность работы, наличие утечек, есть ли они или нет. В общем, полная диагностика двигателя после капитального ремонта. Следующая замена масла будет уже через 10 тысяч, но желательно для вот этих двигателей, вообще по нашему опыту работы, сократить до 6 тысяч, 7 максимум. И тогда он будет долго жить и счастливо. Человек получит, соответственно, эту машину уже на следующий день после нашей съемки. Получит с полным пакетом документов с гарантией на два года или 30 тысяч километров пробега. Ну, вы могли в процессе съемок увидеть весь технологический процесс ремонта двигателя. И если у вас какие-то возникли вопросы или пожелания, то мы с радостью их увидим в ваших комментариях, ждем ваших комментариев и ваших пожеланий. С большим приветом и уважением, Борис Шаломович. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»